Здравствуйте дорогие друзья! Снова я приветствую вас на канале Хартвуд, меня зовут Михаил. После небольшого перерыва я рад представить вам следующую десятую часть видео по изготовлению комода. Еще раз напомню, что комод в этом проекте вторичен. Основная задача показать различные приемы деревообработки. Сейчас настало время установить верхний молдинг. Как и цоколь, его нужно немножко выдвинуть вперед. И для этого я подклеиваю дистанционные бруски. Брусочки я напиливаю маленькие. А зачем я так делаю, пожалуй, оставлю в секрете. Здесь вполне можно установить и цельные бруски. Пока сохнет вставка в столешнице, займемся установкой верхних молдингов. Они впоследствии еще будут сниматься, поэтому крепить я их буду на саморезы. Не стоит впадать в панику по этому поводу, это нормальное явление. Направление волокон в боковинах и в верхнем молдинге перпендикулярное. Поэтому, естественно, жестко крепить нельзя. Тем более, нельзя приклеивать. Обычно крепление делают саморезами через удлиненные пазы. Просто для примера покажу этот вариант в книге Марка Рипли, которую я переводил в прошлом году. И в этом году эта книга вышла в свет. Вот как раз та самая ситуация. В боковой стенке волокна расположены вертикально. В накладных рейках горизонтально. В передней части рейки закрепляются жестко на обычное отверстие. А вот в задней части рейки прикручиваются через пазы. Боковина может расширяться или сужаться. И должно это происходить вместе с тем саморезом, который крепит рейки. Если здесь будет такое же жесткое крепление, как в передней части, то либо вырвет саморезы, либо может лопнуть какая-то из деталей. Это все справедливо только для тонких деталей. Если же деталь толстая, то в этом случае саморез не сможет перемещаться. При изменении геометрии саморез начнет отклоняться в одну и в другую сторону. Просто начинает гнуться. Происходит это потому, что под шляпкой силы трения слишком велики для того, чтобы саморез мог сместиться, соскользнуть по детали. Но определенный запас под изгиб самореза нужно тоже предусмотреть. Вот этим мы сейчас и займемся. Саморезы будут закручиваться изнутри. Через боковину они пройдут насквозь свободно. И закрутятся примерно на 15 или 16 миллиметров в молдинг. В молдинге будет пилотное отверстие, чтобы молдинг не раскололся. Передняя часть будет закреплена жестко, а задняя часть будет закреплена на плавающее соединение. С задней стороны также в стенке будет просверлено отверстие, но с наружной стороны оно будет расширено, для того, чтобы саморез мог там качаться. Шляпка войдет в зенкованное отверстие и на 15 миллиметров крутится в молдинг. При изменении геометрии боковой стенки саморез начнет изгибаться. Именно поэтому в нижней части и нужно отверстие большего диаметра. Не стоит переживать по поводу изгиба самореза. Он сделан из хорошей стали и может пружинить. А изгиб будет не критическим. Изменение геометрии щитов это явление сезонное. Летом влажность выше, щит немножко расширяется. Зимой суше и поэтому щит стягивается. То есть за один календарный год саморез изогнется один раз в одну сторону и один раз в другую. В этом нет абсолютно ничего страшного. Чтобы саморез сломался, должно пройти ну как минимум 100 лет. Уверяю вас, за 100 лет шпон быстрее отстанет от поверхности, чем сломается саморез. Чтобы не ошибиться с разметкой, нужно действовать в определенном порядке. Сначала нужно определить, в каком месте в молдинг будет закручиваться саморез. И найти это место на внутренней стороне стенки. У меня расстояние от верхней полки составило 32 миллиметра. Это как раз ширина обвязки. Эту рейку я использую для разметки. После этого нужно определить отступ от передней и задней стороны. Сначала мне понадобится японское коническое сверло с зенкером. Сверло очень аккуратно выбирает материал и оставляет аккуратное зенкованное отверстие. Следующий шаг. Нужно расширить отверстие так, чтобы в него свободно проходил саморез. Я использую удлиненное сверло, и поэтому сверлить очень легко. Нужно сориентировать сверло относительно полки, и отверстие получается идеально горизонтальным. На выходе сверло немножко скалывает шпон, но в этом нет ничего страшного, потому что это отверстие закроется молдингом. Теперь, когда отверстия просверлены в нужных местах, нужно закрепить молдинг при помощи струбцины, и при этом хорошо его выровнять. Вставляем саморезы в отверстие, и легкими ударами намечаем будущее отверстие в молдингах. Саморезы нельзя вкручивать напрямую в древесину. Нужно обязательно просверлить пилотное отверстие. Саморезы у меня усиленные, поэтому пилотное отверстие нужно диаметром 3,5 мм. Для ограничения глубины я использую сверло с зенкером и ограничителем. Ограничитель я устанавливаю в максимально низкое положение, но зенкер все равно немножко торчит. Это тоже не страшно. Пусть будет легкая зенковка. Ее глубина не превышает 1 мм. Сверло относительно ограничителя я уже выставляю на нужную глубину. В моем случае это 18 мм. Таким сверлом с зенкером можно сверлить и не опасаться, что сверло выйдет наружу с другой стороны. Зенкер с ограничителем у меня фирма VPV. С этой фирмой, я думаю, многие знакомы. Сверло диаметром 3,5 мм и зенкер диаметром 10 мм. Зенкер, естественно, сверда с плавными напайками. Ограничитель имеет пластиковое вращающееся кольцо. Такой зенкер не портит поверхность. Этот зенкер мне очень нравится и пользуюсь я им уже больше года. Отверстие на задней части боковой стенки нужно расширить. Использовать здесь сверло по дереву невозможно, потому что носик у сверла не за что зацепиться. Сверло по металлу тоже не подходит, потому что оно сразу резко врежется в материал и вывернет куски материала наружу. Самым простым и доступным вариантом является ступенчатое сверло. Я сверлю отверстие до ступеньки 12 мм, то есть оставляю отверстие диаметром 10 мм. Это отверстие можно уже будет рассверливать хоть сверлом по дереву, хоть сверлом по металлу. Ради любопытства я взял сверло по дереву и попробовал просверлить. Сверло не бьет и нормально врезается в древесину. Естественно, сверлить нужно не насквозь, а лишь на 2 трети глубины. Теперь все отверстия готовы и можно закручивать саморезы. Молдинги хорошо удерживаются, но надо также помнить, что задняя часть не может сейчас нести нагрузку. Расверленные отверстия в задней части позволяют саморезу изгибаться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Если сейчас надавить на молдинг, то он может просесть. Сильнее затягивать смысла нет, все равно саморез не удержит. Он лишь притягивает молдинг к боковой стенке. Пока молдинги находятся на месте, можно сразу сделать разметку по задней стенке, для того, чтобы можно было молдинги укоротить. Молдинг закреплен, все красиво и хорошо. Хорошо, да не совсем. И сейчас вопрос к самым любознательным и самым внимательным. Что еще я забыл сделать? А точнее не забыл, но пока не сделал, но буду делать обязательно. Можете написать свои варианты ответа в комментариях, но секретов я пока раскрывать не буду. Видео будет длинное, и все обязательно я расскажу по порядку. Каркас практически полностью готов. Остается изготовить только перегородку в верхнем ярусе. Дальше можно будет изготавливать ящики и всю облицовку, то есть фасады и две заглушки по бокам. Все ящики, за исключением двух верхних, будут иметь глубину 400 мм. А если быть точным, то несколько миллиметров, конечно же, нужно отнять. В верхнем ярусе, как вы помните, у меня сделаны проставки. И, соответственно, верхние ящики будут ровно на эту же величину длиннее. То есть где-то около 420 мм. Ящики чаще всего делаются из хвойных пород. И в идеале это должен быть кедр. Кедр имеет приятный запах и якобы отпугивает моль и другую живность. Кедра у меня нет, но для изготовления ящиков я взял вот такую вот отличную еловую доску. Нет смысла возиться с доской длиной 2,5 метра, поэтому нужно распилить ее на части. Все размеры у меня примерно кратны 400 мм. Ширина 800, ширина 400 и глубина 400. Два верхних ящика имеют чуть большую глубину. Но лучше придерживаться длины 800 мм. Детали будут длиннее, деталей будет меньше и с ними легче будет работать. Ель это, конечно, материал своеобразный и очень мягкий. Но для ящиков этого будет достаточно. Ящики получатся легкие и, соответственно, это уменьшит нагрузку на фурнитуру. Доска имеет толщину 40 мм. Это очень хорошая доска, распил которой близок к радиальному. То есть, эту доску не будет коробить. Корпуса ящиков чаще всего делают из материала толщиной от 12 до 16 мм. Комод это довольно крупное изделие, поэтому, конечно, будем стремиться к 16 мм. Кроме того, ель это материал очень мягкий и при малой толщине стенки в ней просто не будут держаться саморезы. Начну я, как всегда, с фуганкой рейсмуса. Сначала откалибрую доску и после распущу ее на ленточной пиле на две части. Доска только называется сороковкой. Сороковка она, наверное, была, но только в тот момент, когда ее только-только напилили и она была еще влажная. После высыхания толщина становится намного меньше. Ну а с учетом последующей обработки, толщина уменьшается вплоть до 35-34 мм. На фуганке доска обрабатывается с трех сторон. Фугуется одна пласть и две кромки. После доска калибруется в рейсмусе. Эти доски предстоит распиливать на ленточной пиле, поэтому нужна калиброванная доска. После ленточной пилы поверхность будет требовать дополнительной обработки. И в этом плане очень удобно, если каждая из отпиленных делянок будет иметь одну базовую ровную плоскость. Часть деталей я уже заготовил. Распиливал делянки на две пласти и я на ленточной пиле Деволт 876, здесь же на чердаке. Здесь у меня установлено полотно с твердосплавными зубьями шириной 12,7 мм. Такие полотна очень долговечны и справляются абсолютно со всеми породами древесины. Но, к сожалению, полотно не новое и оно уже немножко подтупилось. Но это и не мудрено. Это полотно в работе у меня уже около двух лет. Как только полотно немножко подсело, оно начинает вести себя неадекватно в заготовке. Рез получается неровный и чаще всего такое полотно начинает уползать в сторону. В результате из этой сороковки я смог выжать только две делянки толщиной по 13 мм. Да, к сожалению, почти половина материала ушла в стружки. На этот раз я отказался от пиления на Деволте и решил сделать все по-настоящему. Внизу в мастерской у меня стоит ленточная пила GAB16. Вы ее не один раз уже видели и на нее есть отдельный обзор. Ссылку вы найдете в описании к видео. На этой пиле я работаю чуть больше года и буквально пару месяцев назад поставил на нее такое же полотно с твердосплавными зубьями. Ширина полотна такая же 12,7 мм. Толщина ленты 0,8 мм. Но с учетом размера зубьев, эта пила делает пропил 1,1 мм. На Деволте у меня стоит Ленокс Тримастер, а на ленточной пиле GAB M-Factor. Производители разные, но принцип один и тот же. И качество полотен одинаково хорошее у обоих производителей. Полотна на ленточные пилы я покупаю от своего хорошего товарища с форму мастеровой. Ссылка также будет в описании. Ленточная пила GAB16 намного лучше справляется с материалом. Она имеет большую мощность, большую высоту пропила. И несмотря на то, что полотно стоит на ней узкое, пилит она ровно. При работе на ленточной пиле не забывайте, что верхняя опора должна находиться над поверхностью детали. Должен оставаться небольшой зазор для того, чтобы был нормальный обзор. Если расстояние от верха детали до верхней опоры будет слишком большой, то у полотна не будет достаточной жесткости и его начнет тянуть в сторону. На большой мощной пиле результат, конечно же, совсем другой. Здесь пила хорошая и полотно новое. Поэтому распил проходит точно по центру, как в начале, в середине, так же и в конце заготовки. После рейсмуса нужно еще раз вернуться на фуганок. Возможно, это покажется нерациональным, но это сделать нужно. При черновой обработке я отбивал кромку и получил угол 90 градусов. Но это нужно было сделать для правильного позиционирования детали на столе ленточной пилы. Полотно с твердосплавными напайками пилит очень агрессивно и делает не очень чистый рез. На нижней стороне заготовки неизбежно появляются сколотые волокна. Сейчас фугование я делаю с другой целью. Ширина досок получается около 140 мм. И этой ширины не хватает на всю высоту ящиков. Детали придется склеивать. И чтобы детали склеились качественно, нужно кромки прифуговать. Я не люблю ящики, в которых высота корпуса намного меньше, чем высота фасада. Каждая доска имеет ширину 140 мм, а высота ящика должна быть 180. Доклеивать к каждой доске узкую рейку нецелесообразно. Самый лучший вариант – это склеить доски в щит, а потом на циркулярной пиле уже напилить детали нужной ширины. Еще один плюс такого способа в том, что после склейки все стыки и детали будут находиться на разном уровне. И если какой-то стык разойдется, он будет удерживаться шиповым соединением. Ну и понятное дело, если стыки будут находиться на одном уровне, то ящик может просто развалиться на две части. Для хорошо прифугованных деталей достаточно трех струбцин. Для подстраховки можно поставить и пять. При склейке струбцины нужно ставить обязательно с обеих сторон. Если все струбцины будут находиться с одной стороны, то они начнут изгибать щит тоже в одну сторону. И такая склейка выстрелит. Если в каком-то месте склейка расползается и плоскость нарушается, можно воспользоваться двумя подкладками и струбциной для того, чтобы выровнять плоскость. Для подстраховки склеиваемый щит также можно прижать к какому-нибудь бруску или металлическому профилю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...